В Севастополь прибыла швейцарская делегация, чтобы узнать, как живет город в условиях санкции и сразу столкнулась с двумя проблемами – отсутствием мобильной связи и доступа к собственным банковским счетам. Таким образом, представители Запада попали под последствия западных санкций. В составе делегации – общественники и бывшие парламентарии. Согласно программе встречи, разработанной правительством Севастополя, 10 сентября гости из Швейцарии должны были встретиться с исполняющим обязанности заместителя губернатора Севастополя Владимиром Татарчуком и депутатами законодательного собрания Борисом Колесниковым и Татьяной Сандуловой. Но никто из них навстречу не явился. Принимать швейцарцев пришлось директору Департамента общественных коммуникаций Севастополя Глебу Шагуну и представителям общественной палаты города. Вы приехали в непростое время. И для нас вдвойне приятно, что сегодня есть возможность нам совместно поговорить. Это четыре года тому назад Крым вернулся в Россию. Что были для вас самые главные проблемы? Что было развитие? Что вы хотите делать в будущем? Четыре с половиной года – небольшой период для решения ряда вопросов, которые накопились. Но за эти годы правительство, общественные организации, граждане при помощи федерального центра, проделали невероятную работу. Швейцарцы рассказали, что встретили в Крыму и Севастополе много хороших, вежливых людей, что впечатлены тем, как развивается Крым и какими темпами строится его инфраструктура. А также сообщили, что уже почувствовали на себе влияние американских и европейских санкций. «У нас две маленькие проблемы. Поэтому только две, только маленькие. Это связи, по телефону, интернет, работа иногда, и обмен валюты. Поэтому наши карты не работали, поэтому часто у нас слишком мало рублей».